Согласно новому федеральному закону, теперь человек может самостоятельно выбрать поликлинику, которую он хотел бы посещать. Причем располагаться она может в любом регионе страны, независимо от места жительства, прописки и наличия временной регистрации. Единственная оговорка, для начала нужно прикрепиться именно к этому медицинскому учреждению. Более подробно в сюжете Ирины Волокитиной. Девушка, здравствуйте, я бы хотела прикрепиться к поликлинике. Что для этого у нас мы сделаем? Прошу папку. Прошу папку. Прошу вас. Прикрепление граждан городской поликлиники далеко не прихоть медиков. Такое действие определено федеральным законом. Со следующего года будет подушевое финансирование. Прежде всего, конечно, это больше касается больницы. То есть страховая фирма будет конкретно планировать финансовую деятельность под количество прикрепленного населения. От количества прикрепленных пациентов будет зависеть финансирование учреждения. В первую очередь это скажется на развитии материально-технической базы и численности штата. Ставки специалистов будут рассчитываться в зависимости от количества прикрепленных человек. Возьмем, допустим, врача-участкового терапевта. 1700 человек у него должно быть на участке в среднем. Ну, естественно, если, допустим, прикрепиться из 19-20 тысяч 9 тысяч, то расчет ставок уже будет происходить из-за 9 тысяч. То есть придется, скорее всего, убирать участки. Ну, или, я не знаю, как это будет выглядеть в следующем году. Ну, и также по узким специалистам. Чем больше будет числиться за поликлиникой граждан, тем больше у врачей будет возможности оказывать своим пациентам качественную медицинскую помощь. Прикрепиться к любой поликлинике страны может каждый гражданин. Наличие постоянной прописки или временной регистрации значения не имеет. Я здесь живу, я обращаюсь к врачам, поэтому я прикреплена к больнице. Ну, заявление писали у участкового врача. Писала заявление, дала. А что еще? Больше вроде бы все. Я считаю, что это правильно. Выбрать предпочтительное для себя медицинское учреждение можно один раз в год. Но уезжая из города на долгое время, например, это касается студентов-очников, необходимо открепиться от городской поликлиники, говорят медики. А вот, собираясь в отпуск, делать этого не стоит. Неотложная медицинская помощь всегда будет оказана при наличии страхового полиса. Медицинский полис никто не менял по медицинскому полису. То есть, как и положено, в любом регионе России окажется неотложная медицинская помощь. Плюс это, конечно же, федеральные центры, региональные центры медицинские, они также будут оказывать и консультативную помощь, и оказывать какие-то плановые действия. На сегодняшний день в городской поликлинике прикреплено уже 9 тысяч человек из 19 тысяч взрослого населения. В целях активизации процесса медики совершают обходы жителей, прописанных на их участках. Разъясняют, что для прикрепления необходимо написать заявление. Сделать это придется даже в случае, если вы состоите на диспансерном учете. Недавний визит к доктору также не является гарантией прикрепления. Прикрепиться к городской поликлинике необходимо до 20 декабря. От пришедшего гражданина потребуется лишь паспорт. От этой несложной процедуры зависит не только будущее учреждения здравоохранения, но в первую очередь наше с вами здоровье. Помните, хорошее здоровье – одна из главных составляющих качественной жизни. Ирина Волокитина, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!